Наши свядомые опы и беглые кричат о том, что вот этот референдум, он тут Лукашенко, под себя, под президента делается конституция. Но если уж откровенно говорить, то нынешняя конституция, это точно под президента. И лучшей конституции, как они это мыслят по их критериям, никакому президенту не надо. Эта конституция действительно очень жесткая, многие специалисты говорят, авторитарного характера у нас власть в силу этой конституции, действительно это так. И мы говорим, почему мы делали эту конституцию таким образом и под президента. Поэтому любая другая конституция будет слабее, читай, как они говорят, демократичнее нынешней конституции. Поэтому мы говорим о том, что пришло время конституцию сделать таким образом, чтобы, если уж касаться раздела функционирования органов власти и управления, чтобы полномочия были в какой-то степени рассредоточены, но страна осталась президентской республикой. Под 90 с лишним процентов людей считают, что Беларусь должна быть президентской республикой. Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий президент прям рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, издержки и противовесы. Все вы об этом говорите, что это постулат для юристов, на этом строятся все законы, законодательные акты и, прежде всего, основной закон. Но давайте это все отбросим, что бы мы тут ни делали, для них чем хуже, тем лучше. И нам надо меньше смотреть, может быть, слышать, конечно, эти голоса, и мы будем их слышать, хотим мы этого или нет. Но реагировать на каждый чих из-за пределов нашей страны, людей, которые сегодня отрабатывают деньги, которые там взяли у американцев, немцев и прочих, сидя в Польше или в Литве, ну уж так больно реагировать на них, тогда мы перестанем работать и заботиться о собственном народе. И ни ковид, и ни санкции, и ни одного вопроса мы не решили.